Дорогие зрители, бывший бундесканцлер Герхард Шрюдер остро критикует позицию стран Большой Семерки в украинском конфликте. К Большой Семерке относятся Германия, Франция, Италия, Япония, Канада, Великобритания и США. 12 марта группа семи ведущих индустриальных стран объявила в совместном постановлении, что они не намерены акцептировать народное голосование на полуострове Крым, которое состоится в воскресенье. Страны Большой Семерки осудили крымское правительство, так как на основе украинской конституции и международного права референдум не разрешен, и объявили, что полуостров не имеет права через всенародное голосование отделиться от Украины. Шрюдер в своем высказывании напоминает о том, как Косово в 2008 году под руководством НАТО отделилась от Сербии без референдума, а только по решению парламента в Приштине. Дальше Шрюдер предостерегает при наличии таких фактов обращаться к России осуждающим. Уважаемые зрители, двойная мораль западных стран в деле Украины беспокоит многих политических обозревателей. Если бы западным властям действительно было бы важно соблюдение украинской конституции, то они тогда также не должны были допустить насильственный путь против демократически избранного президента Януковича. По действующей украинской конституции, ст. 108, преждевременное окончание срока исполнения должности президента возможно только по четырем причинам. В связи с отказом от должности, по причине здоровья, в ходе процедуры импичмента или в случае смерти должностного лица. Это значит, соответственно, тем самым законом, которым страны Большой Семерки теперь очень громко призывают, путь против Януковича, независимо от того, каким бы спорным президентом он ни был, является незаконным. Поэтому, уважаемые дамы и господа, кто требует исполнения демократических принципов, тот должен делать это без компромиссов. И ему нельзя одновременно бороться против использования важнейшего инструмента демократии, против непосредственного опроса народа. Остается надеяться, что жители Крыма смогут продолжить пользоваться своими демократическими правами. На этом я желаю вам всего доброго и до свидания. Продолжение следует...